Праздник детства прошел на 20 с лишним площадках. Одной из самых многолюдных стал парк 500-летия Чубаксар. Известных артистов, теле- и радиоведущих Первого канала, певцов и спортсменов ждали с нетерпением. Встретил гостей детский сводный хор Чуваши. Тысячи голосов дирижировал народный артист России Марис Еклашкин. Парк Амазонии в этот день превратился в театрализованный город детской мечты. История древнего города в лицах, народные промыслы, мастер-классы, этнопарк впервые показал будущее предназначения. Мы впитываем эту удивительную атмосферу, о которой не расскажешь. Ее надо чувствовать больше, как выезжаешь, знаете, на свежий воздух, на природу и дышишь, дышишь, дышишь глубоко. Потом опять в Москву возвращаешься и этим живешь долгое время. Спасибо вам. Такие все радостные, довольны на улицах. Это прям здорово. Ходишь, смотришь. Особенно вот с конфетой понравилось. Дети там как в огромной конфете, много маленьких конфет, они стоят, загребают. Это прям здорово. Да, весь город в празднике, ощущение, что здесь собрались все. Это клево. И получилось прям для детей. Прям как надо. Сбылась на празднике и мечта Агаты Сергеевой. Она хочет стать проводницей и сегодня примерила на себя эту роль. Нашим чпоктанским железнодорожным вокзалом можно отправиться из сказки. Сказки живет дружба. Дочь моя, Агата, очень хочет работать проводницей. Она хочет работать проводницей, попробовать, что это такое. Ей предоставилась пусть шуточная, но замечательная возможность попробовать, узнать, что такое железнодорожный вокзал и что это такое профессия проводницы. Мы сегодня тоже вместе с детьми погрузились в самое настоящее детство. Потому что именно в городе детства мы растим самых талантливых, самых успешных и креативных детей. Подвели на праздники и итоги городского конкурса на лучший костюм чебурашки. Победил Саша Магайскин. Костюм ему сшила мама всего за одну ночь. Вот мех, грудка и кармашек, который он достает апельсин. У Саши просто любимая игрушка чебурашка. И вот когда объявили конкурс, мы решили участвовать. И вот так получилось, что мы оказались первыми. Несмотря на довольно жаркую погоду, гости Первого канала и жители республики с удовольствием приняли участие и в зарядке со звездой, вели которую Ирина Муромцева и Владимир Левкин. Этот день надолго останется в памяти горожан. Ведь многие смогли пообщаться со звездами Первого канала, сфотографироваться с ними и взять автограф. Встретились со всеми ведущими и сотрудниками Первого канала. Побывали на мастер-классах «Город детства». Делали закладки с символикой 550 лет. Запускали мыльные пузыри. Получили море эмоций. Даже рассказали стишки. Дорогие друзья, спасибо нашим звездам!